В Китае набирает популярность очень особенная, интересная и позитивная профессия няни домашних животных. Это специалисты, которые ухаживают за питомцами, пока их хозяева в отъезде. Сейчас в период новогодних отпусков услуга особенно актуальная. Наш следующий сюжет об этом. Знакомьтесь, это Дюдю. Его человек уехал в новогоднее путешествие, поэтому сейчас за ним присматривает няня Джеффри Сан, владелец местного зоомагазина. Только сегодня он получил целых 8 заявок от владельцев домашних животных, приехать к ним домой и позаботиться о питомцах. Чаще всего о котиках. В основном в обязанности входит кормление котов. Нужно во время мыть их миски и чистить туалеты. Также важно вытирать им глазки, расчесывать и играть со зверушками. Сама услуга не совсем нова. Джеффри Сан начал предлагать её в прошлом году. А в Шанхае даже работают целые компании, специализирующиеся исключительно на этом. И спрос есть не только среди владельцев домашних животных, но и среди тех, кто хотел бы подработать их нянями. Например, Тань Сыхой в обычное время работает специалистом по кадрам. Но так как она очень любит животных, решила дополнительно в свободное время освоить новую профессию. Зарегистрировалась на специальной платформе и всё получилось. Во время праздников она имеет по 7 заказов в день. Каждый приносит чуть больше 10 долларов дохода и море положительных эмоций. Если вдруг я не в духе, стоит мне только увидеть этих кошечек, и настроение тут же поднимается. Если сравнивать с моей основной работой, это определённо нравится мне больше. Ожидается, что спрос на услуги по уходу за домашними животными в Китае с ослаблением антиковидных ограничений будет только расти, что даст дополнительный толчок к развитию сферы туризма в новом году. Так хозяева могут спокойно отдыхать, не переживая за своих четвероногих друзей. А те, в свою очередь, не будут получать стресс из-за временных переездов на передержку, оставаясь у себя дома в привычной обстановке.